Российский турист в Тбилиси 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 А российская власть работает с кошельками денежными, типа Иванишвили, или с агентурой своей, понимаете, которая в итоге там имеет 0,1 влияние, а с умами и душами не работают. Хотя, казалось бы, все козыри были бы на руках. Метрополит Иларион знает грузинский свободно, вырос вместе, прислуживал патриарху Илье, как говорится, с детства знает. Православная церковь, православная страна России, где Кирилл и все такое прочее, все знакомы лично друг с другом. Сделайте православие мостом диалога между народами. Нет, они не могут, как будто они ненавидят православие прямо. С православной Украиной война, с православной Грузией конфликт, с православной Белоруссией не стройка, с православной Грецией тоже какие-то недоразумения, понимаете ли. У меня вообще это поражает воображение, честно говоря, вот эта политика. И в итоге американцы, вот что там происходит в Грузии, это же очевидно. То есть, на самом деле, они решили, что этот вот Иванишвили, который так лавировал между Вашингтоном, Москвой, Брюсселем, и как бы думал, что своими деньгами он будет содержать всю грузинскую мечту, и все будет хорошо. Он просто надоел американцам, им нужно более радикальные решения. Им надо, чтобы в Турции поменяться, значит, курсы Эрдогана поменять. Поэтому, смотрите, события в Грузии совпали с выборами в Стамбуле и в других крупнейших городах, где победили кемалисты. Значит, противники Эрдогана и сторонники натовской западной ориентации. Одновременно, я считаю, что моя версия о том, что Грузия готовится как часть полномасштабной войны против Ирана, это версия рабочая. Тут вот писал Михаил Ходоренок, и я благодарен ему за прекрасную статью в газете РУ, что там аэродромы не готовы. Но он же не знает точно, Ходоренок, готовы или не готовы. Он прекрасный эксперт военный. Даже в этой вот статье было, вроде бы, мы не знаем точно. А я вас уверяю, что готовы. И все это готовы. И Ираклий Алассания приехал в Тбилиси через Париж как кандидат. Ну, откуда вы это можете знать? От грузин. Дело в том, что в Тбилиси все-все друг про друга знают. Это особенность Тбилиси. Тбилиси – это как бы вот квинтэссенция Грузии. Все знают, кто чей отец, все знают, кто откуда родом, все знают, кто что происходит. Это особенность этого народа замечательная. Понимаете? И вот все готовится под то, чтобы подвинуть националов. Смотрите, их не пускали на митинги. И мне давали говорить националам, по большому счету. Чтобы скомпрометировать, значит, мечту грузинскую. И потом создать новых, как бы, лидеров на эти митинги под, как говорил Достоевский, один из его героев, в романе «Бесы», под Иван Царевича. И тут, когда будет хаос, тут-то мы и пустим Ивана Царевича. Помните, там есть этот самый, Верховенский говорит Ставрогину. И Иван Царевич есть. Есть политики грузинские. Вот Алассани – это один из этих политиков, например. Понимаете, его отец работал в Афганистане с Игорем Георгадзе, был убит в Абхазии. Сам он на Западе живет. Это очень сильный и являтельный человек. – Правильно ли я вас понимаю, что можно констатировать провал внешней политики по Грузии? – Я считаю, что вообще по СНГ можно констатировать провал внешней политики. Презрение к народам, презрение к их культурам, презрение к их чаяниям, презрение к их вере, презрение к их менталитету. Нет, украинцы не могут быть украинцами православными по украинской версии. Обязательно они должны быть по московской версии Как известно, мы вообще один народ Белорусы, украинцы Вот этот бред я вообще даже обсуждать не хочу Понимаете? Это наверное мы с Соловьевым И с теми, кого он представляет, один народ А с украинцами разное Мы сейчас перервемся ненадолго И после этого вернемся в студию Слушайте, специально для Ютьюба А не для радио Заготовил вопрос Видели ли вы, что сегодня Было штрафовано Артем Лоскутов Это художник, который придумал За лозунг Мусора хуже говна Справедливое решение или нет? Надо штрафовать за такое? А что мусора считают себя мусорами? Не знаю Может быть они считают, что лучше В конце концов Сотрудники полиции Мусора Это как с ворами в законе Знаете, как наказывать за вора в законе Если вы вводите статью за вора в законе То вы признаете блатную Иерархию Вы делаете юридически значимые И состоятельные просто А если они перестанут называться ворами в законе И станут называться, допустим Крестный отец Марсианами, например Будут называться Понимаете? Вы что будете бегать и гадать Как определяют друг друга Представители, скажем так Ночной культуры Как она называется Там теневой стороны жизни Так же и здесь тоже Если сотрудники полиции считают себя мусорами И обижаются на это И считают, что это про них Но мне очень жаль, что они так думают Сегодня вообще много говорили об этом Что администрация президента Пытается подкорректировать употребление этого закона Что в МВД слишком буквально его принимают И за каждое оскорбление в сторону Владимира Путина Это вторую песню такую Канает мент походкой лавируя И шармаки кидает налегке И гопером в натуре выпишуя Только в шнифливый Это, конечно, стилизация Естественно, так никто не говорил Никогда не все блатные Ну, по-моему, в 60-е годы Или в 70-е такая песня была Я в детстве помню Это на мунитофоре слушал А у Высоцкого, может, тоже запрещено Мусора из Мура укатали сивку Укатали сивку прямо в Нарьянмар Я помню такая песня Высоцкого Ну, тут, видите, их не обзывали Мусора и мусора А можно еще у этой группы Как она? Мусор Хоп, мусорок Не шею, не срок Машинка Зингера иголочку сломала Всех понятых Пол-два Как это называется группа? Воровайки Вы знаете, что они из Оренбурга? Я почему знаю единственную эту песню? Ровно поэтому Кстати, тут приходят смски По поводу войн и борьбы между православными Что любая внутривидовая война Всегда самая жестокая Между православными нет конфликт Ну вот, я просто говорю Реагируют на ваши слова Когда в Южной Осетии убивали друг друга То церкви-то общались между собой И церкви как раз именно благодаря церквям Началось заглижение Именно благодаря позиции патриарха Ильи Началось заглижение И патриарха Кирилла И митрополита Иллариона Их есть за что критиковать? И Кирилла, и Иллариона Поверьте, или митрополита Иоанна Который тут сказал Что красноармейцев убили Потому что они были некрещенными Ну, за что-то есть критиковать А за что-то можно быть благодарны Вот это вот та роль Которую церковь должна играть Между православными странами Гончарова выгоняют Но никто же не выгнет митрополита Хотя я помню, как Илариона не пустили в Украину В разгар конфликта В Днепропетровск, по-моему Ну, это уже была специфика такого Ну, потому что там пошел конфликт По церковной линии Потому что, во-первых, он Свободно говорит по-грузински На самом деле Как еще там, по-моему, 15 языков Нет, уж если уж пустили Этого депутата, да Гаврилова То уж это Нет, я не рассчитываю, что это была провокация продумана Кем? Ну, я думаю, что В той парламентской группе Которая его туда пускала И все это организовывала Были предусмотрены кое-какие вещи Потому что он сядет в кресло спикера Мне кажется, вот знаете, как говорится То, что можно объяснить глупостью Объяснять чем-то умыслом Это не было глупо Не верю, что это положено Я хочу вас спросить, как вы относитесь к идее православного Ватикана За 140 миллиардов рублей Я вообще к идее Ватикана отношусь плохо Потому что Ватикан, во-первых, возник как Ватикан из двух факторов Первое, из политики Графа Кавура и Виктора Эммануила II Которые ликвидировали Папскую область Которая была независимым государством Со времен Средневековья Во времена объединения Италии В середине 19 века И тогда Папа, не согласившись с этим Как бы заперся в Риме В том, что называется Ватикан Но статус Ватикана подтвердил Муссолини в 1926 году Латеранский каркордат Но мы же не про государство А тогда мы про что говорим? Мы про большой православный центр Но это бизнес-проект, извините Это паломнический А да почему Ватикан? Это есть Лурд Вот во Франции есть Лурд Например В Италии есть там Асизи Но нам важно, чтобы это был центр православного мира Там где Тереза Это не будет центром православного мира Потому что центр православного мира, извините Это Иерусалим Всё-таки Иисус Христос пришёл на смерть Был распят в Иерусалиме Поэтому не сторона, в которой, говорится, Пётр I Приказал всё время священникам доносить тайну исповеди Если там старобряец на исповеди что-то против государства удумает Знаете, почему в русской церкви Обязательно надо перед причастием исповедаться? Вам сейчас говорят, что это вот потому, что, мол, ну там, чтобы вот для вашей пользы Но таинства же не могут подчиняться одно другому Не может быть таинства причастия там выше, чем таинства исповеди Все таинства по православному учению равнозначны Это делалось потому, чтобы выявить тайны старобрядцев Потому что старобрядцы причастия в синодальной церкви не считали за причастие настоящее А креста Евангелия считали крестом и Евангелем Поэтому их нельзя было выявить во время причастия Куда их под надзором крестьян приводили, понимаете? Но их можно было выявить во время исповеди Когда я его спрашиваю, признаешь государя императора или императрицу там главой церкви? Он говорит, нет, только Иисуса Христа признаю Все там в Сибирь, Кандалы, Сибирь Какой Ватикан? О чем они говорят вообще? Давайте напишем подлинную историю церкви А не выдуманную историю церкви, которую нам сейчас преподают Или там пытаются преподавать Церкви это прежде всего святые мученики, подвижники, старостотерпцы А вовсе там обшитые золотом люди Которые считают себя держательными Я против Тридонского собора, против католицизма Вот как князь Мышкин готов повторить Лучше бы ты стал атеистом, нежели католиком Поэтому сравнение с Ватиканом для меня Оно кажется чудовищным просто совершенно При том, что папа Франциск очень милый, обаятельный Ездит там на Форде Сиеста, я сам это видел И омывает ноги Да, размещал, омывает ноги Но при чем тут это? Православие это не Ватикан У нас не может быть папы Хочу какую-нибудь хорошую новость для вас найти Вы рады возвращению России в Пассе? Ну, я только одну вижу, единственную позитивную в этом момент То, что не будет все-таки окончательно отказ от жалоб Которые идут по линии ЕСПЧ Потому что я знаю, что это единственная возможность Для многих людей добиться правосудия в России Чему так радуются федеральные каналы, когда об этом рассказывают? Ну, это пиар, потому что Пассе само по себе Это место абсолютной болтовни Туда на неделю выезжают депутаты Может депутаты просто радуются Вот Петь Толстой поехал, допустим, туда Будут там в Париже или в Страсбурге сидеть неделю Там Бужале, понимаете Или там, что там еще у них Гевюртстраминар в Страсбурге Там всякие там флагра Ну, хорошо же проводишь время Сидишь там, ругаешься с украинцами С литовцами припираешься Вроде как из-за родины Это как православная ассамблея, понимаете На которой, значит, был вот этот самый Как его, Сергей Ну, понятно, в общем Ну, которого из Тбилиси бы Гаврилов Гаврилов, точно Тоже как бы вроде как она есть А вместе с тем как бы вот ее нет Она вот ни на что не влияет Понимаете И также это тоже ПАСЕ Но единственный ПАСЕ плюс Единственный Вот это ЕСПЧ Но это единственный плюс Который Россия хочет перерезать И постоянно угрожает Что именно это единственное для нас польза От ПАСЕ Будет как бы в России Там вот Мы не потерпим юрисдикцию Иностранного суда Слушайте, ну вообще Это ведь победа Как ни крути Поставили ультиматум Мы ничего не выполнили А они нас все равно вернули Ну Доказали им кто прав Это не победа Потому что Еще раз Это же Ну еще раз Но это орган просто консультативный ПАСЕ Единственная польза от него Это ЕСПЧ Все Все остальное Это просто приятное время Препровождение Российских депутатов Парламентариев Там пропорционально по-моему Все фракции должны быть Мужчины и женщины Кстати, я посмотрел Не поленился Распределение фракций Единая Россия Входит По-моему Чуть ли не Там Как бы наблюдателем Хотя им самое время Консервативно Они даже не занимают Никакого места Там Среди разных Там, по-моему Есть народные партии Социалистические Там Партии левые Либеральные Консервативные И как бы нейтральные Вот Единая Россия Там в нейтральных У них даже там Идеология никак У них даже там Они стесняются Произносить То, что тут произносят Вот интересно Петер произнес бы То, что он тогда Про Исааки говорил Понимаете Что его разрушали Те, кого там Черта оседлости Помните Вот в Страсбург То самое место Где можно выступить И хорошо как бы Сформулировать Свою острую мысль Продолжая Тема парламентаризма Цитата Господина Володина В адрес Праздновшего Своё 75-летие Геннадия Зюганова Если при таких Оппонентах Единой России Имеет большинство То таких оппонентов Надо беречь Красиво Красиво Честно Благородно Красиво Вообще фотография На которой Геннадий Андреевич Стоит с тостом Слева от него Справа от него Сидит Александр Жуков Жириновский Жуков Мельников Дальше стоит Зюганов Потом сидит Какой-то Крупный человек Которого я не знаю С усиками Надеюсь Не Беглов Похожий Потом Сидит Акашин Потом Этот человек Потом Кириенко Сидит И потом Афодин Сидит Такая Очень интересная Весь консенсус Российской Политической Элиты В полном составе За одним столом Это говорит о том Как здорово Что все мы здесь Сегодня собрались Понимаете О чем это нам говорит О единении Нам говорит о том Что приморская история Или другие истории Они как говорится И являются Естественной частью Внутреннего Политического процесса И Хакасия То как травят Губернатора В общем Зюганов Это Мы уже перестали травить Благодаря мужественной И крепкой позиции Валентина Коновалова Которого реально Поддерживает народ Реально он его Поддерживает И я думаю Что и Суэк И Русал Увидели Что в лице Коновалова Они имеют Не вороватого Там губернатора С бегающими глазами А принципиального человека Который защищает И интересы региона И с которым Можно иметь дело Большому Серьезному бизнесу Можно ли трактовать Эту цитату Что по сути Это констатация Того что КПРФ Играет в поддавки Ну мне кажется Что Вячеслав Викторович Вообще знаменит Своими цитатами Путин это Россия Или там Россия это Путин И я не помню Что там Без Путина нет России Без Путина нет России А здесь значит Что без таких оппонентов Смотрите Видите Если при таких оппонентах Единая Россия Имеет большинство То таких оппонентов Надо беречь Да Это говорит о глубоком Взаимопонимании Взаимопонимании Сказать на дне рождения Соктября Если бы не было Если бы не было Взаимного желания Они за Голунова Без Путина нет Да Вот их победа Вот их победа А не тех Кто потом начал Глотки рвать На федеральных Телеканалах Успею вас спросить Про двух Известных Предпринимателей Которые сделали Своё состояние В 90-е В нулевые А сейчас Судя по всему Не будут возвращаться В России Это И Габашвили И Петров Сегодня Да С компанией Рольф На ваш взгляд Что происходит Почему так Вас То что К ним Такое пристальное Внимание Радует Вам кажется Что нужно разобраться Или нет Я думаю Я не знаю В чём там Проблема И с Петровым Тоже не знаю Но догадываюсь Что наверное Их заподозрили Определённые структуры По крайней мере Петровы точно Финансировали Каких-то Политических Проектов Может внутри России Чего Петрову Это всё было нормально Всегда Рольф там Там сидел Он в Справедливой России Помню сидел Её называли Фракцией миллиардеров Тогда Там были несколько Долларовых миллиардеров В том числе Петров Я думаю Что просто Это безусловно Политические репрессии Которые не связаны С бизнесом А связаны С политической позицией К чему это приведёт На ваш взгляд То есть Вот просто понятно Что люди Более либерального Скажем так Склада Как мы привыкли Записывать либерал Давайте я так Сформулирую Я не считаю Что водить машины в России Это же бизнес Который развивает страну Конечно спасибо Компании Рольф За хорошие автомобили Но и без них Эти автомобили Можно было бы Привезти Собрать в Калининграде И потом продавать По всей стране Например Давайте я сформулирую так Условный Кудрин говорит Силовики слишком сильно Сейчас влияют На политику в России Слишком сильно Влияют на инвестиционный климат Вы согласны с такой Влиять на политику Это прямая Обязанность силовиков Если им это поручает Не надо их делать крайними Крайней является тот Кто дает им приказы То есть Путин Путин влияет на политику Через использование Систем безопасности Это как если бы президент США А такое было кстати При Гувере При Гувере ФБР влияло на политику Уставило слежку За левые оппозиции За либеральные оппозиции Чарль Чаплин Там Этот муж Мерлин Монро Там Артур Миллер Там вот эти чистки в Голливуде Шпио Там Борьба с коммунизмом И все такое прочее То же самое Очевидно Гувер Появился В России Но если есть Гувер Знаешь Есть какой-то Труман Который дает ему приказы Понимаете Это делать Мы даже знаем Скорее на маккартизм Похоже Ну я думаю Что это не маккартизм Маккартизм Там была идеология Все таки И у Артера Миллера Было мировоззрение И у Чарли Чаплина Было мировоззрение И я думаю Даже у Мерлин Монро Было мировоззрение А у этих людей Я думаю Мировоззрения Особого нет У них Они просто считают Все вот эти вот Бла-бла-бла Это просто уделом Политехнологов Которые мне заказывают А свои деньги Они считают Ресурсом борьбы за власть И поэтому Борьба против денег Равно Путин В какой-то мере Да, конечно Это был Максим Шевченко